Значит, играем в основной удобной тональности, откуда, ну, по крайней мере, женские голоса распеваются обычно. Можно применять для мужчин на октаву ниже и корректировать себе, как это играется. Значит, вот от ноты до это очень просто, просто пять нот вверх. Попрошу вас сразу разобраться теперь в том, как это играется, если это посчитать по полутонам и тонам, чтобы можно было дальше сыграть это от следующей ноты, то есть следующей тональности. Полутоном называется самое ближайшее расстояние между двумя нотами. Если подробнее, то можете посмотреть это в уроках моих по теории музыки. В первом уроке я это объясняю. Значит, полутон, ближайшее расстояние между клавишами, то есть между звуками, соответственно. Значит, до и до диез, так называем. Дальше, следующие полтона, следующие полтона, полтона. Вот это расстояние между каждыми соседними клавишами, это полутон. Значит, из этого мы можем рассчитать, какой состав нашей распевки. Значит, распевка у нас вот так вот выглядит. И между первыми двумя звуками у нас получается два раза по полтона, то есть один тон. Далее опять два раза по полтона, полутон и один тон. И обратно точно так же. Значит, состав распевки один тон, один тон, полутон и один тон. Это можно записать себе просто как состав. И дальше от любой ноты сыграть то же самое. Например, как распевки играются с повышением, либо с понижением в следующую тональность. Значит, от этой ноты считаем полтона. Не обязательно даже знать ее название. Вы можете просто отсчитывать этот полутоновый состав и пользоваться распевками. И играть их, научиться за полчаса буквально. Один тон отсчитали, один тон, полтона, еще один тон. И получили такую же распевку. В следующей тональности. Дальше. Повышаем еще, отсчитываем. Один тон, один тон, полтона, еще один тон. И обратно. Значит, что еще? Какие еще распевки можно применить на вот эту нашу модель игры? Распевка на зихихи. Значит, делается на стаккато. Стаккато это отрывистый звук. Делается это и голосом, и рукой. Ноты те же, то есть вы играете такую же по составу, такой же отрывок, да? Тон, тон, полутон, тон. И обратно. Играется тоже два раза. Только отрывистым. И в это время что вы делаете голосом? То есть чем сама распевка заключается? Вы вдыхаете туда же вниз, в диафрагму. И вот еще важный момент, кроме того, что вы вдохнули, вы должны еще как бы завязать. То есть вот вы, грубо говоря, надули шарик, наполнили воздухом, и должны его сверху, ну, как бы поджать и закрепить воздух внутри. То есть он не должен у вас сразу же выйти на первый звук. Он у вас должен постепенно, по мере всей распевки, постепенно расходоваться так, как вы его будете, так как вы его сами захотите расходовать. А не так, как это получится у ваших расслабленных мышц живота, там, диафрагмы или еще чего-то. То есть вы должны контролировать, научиться подачу воздуха. Вот очень простое упражнение без клавиатуры можно делать постоянно, но не дает нагрузки на связки или на что-то, оно не мешает бытовым вещам. Упражнение заключается в том, чтобы набрать воздух, закрепить его как бы там, да, то есть не выпускать. Это то же самое, когда вы ныряете под воду. Вы вдыхаете и закрепляете дыхание, и не выпускаете его, потому что вы не можете вдыхать, плавая под водой. Вот это такое же приблизительное ощущение, только вдохнуть надо в правильное место. Вот вдохнули, закрепили. И постепенно выдыхайте себе на руку такой тонкой, но равномерной струей воздуха. Ну, рука это для того, чтобы контролировать конкретно поток воздуха. Вот, и подкрепляйте это всё мышцами, естественно. Вы не сможете это регулировать только губами или каким-то аппаратом сверху. Это регулироваться должно именно мышцами, вот вашими живота, это так будем называть. Немного неправильно, но так как бы понятнее. Значит, вдохнули и выдыхаем медленно. Так можно делать очень долго, и чем дольше, естественно, тем больше дыхания вы можете набрать себе. То, что я показываю, не слышно, но я надеюсь, что сам принцип понятен. Подобное проделывайте как можно чаще, старайтесь набрать больше воздуха и лучше контролировать его. Следующее, можно делать то же самое, только воздух подавать рывками, желательно равномерными. И после того, как вы поняли принцип этого вдоха и этой подачи воздуха, рывками, делается это именно здесь. Вы вдохнули и рывками. То есть толчок идет не изо рта, а именно из того места, куда вы вдохнули. Вот эти же мышцы, которые у вас взяли воздух, которые у вас завязали шарик, и они же делают вот эти выдохи, толчки, одинаковые, равномерные, и они же будут сейчас применяться в следующей расцветке. Это должно выглядеть именно так. Теперь к этому всему добавляем голос и ноты. Значит, под вот эту распевку сейчас будем делать. И так далее выше. То есть вот эта модель выталкивания воздуха равномерно, она должна применяться в этой распевке к звукам и, ну, к латам, к звукам. Эта распевка дает, собственно, я надеюсь, что дает возможность понять, что такое вокал на опоре, вот то, что говорят, да, то есть дыхание опорное. Есть два мнения, противоречащих, ну, и две позиции, из которых обычно преподаватели вокала объясняют, как именно это делать. Некоторые говорят, что путем вталкивания в себя живота, а некоторые, что путем отталкивания его от себя. То есть из себя все выталкивать мышцами. Тяжело объяснить, что из этого правильно. Ощущения у некоторых людей вот одни, а у некоторых другие. Хотя движение само, ну, оно одно и то же. То есть ваши мышцы, они сокращаются. Понять это, наверное, можно тому, кто регулярно там качает пресс, то есть чувствуют вот напряжение одинаковое, постоянно именно мышц, как они работают. Не будем, наверное, говорить о том, как они отталкиваются или вталкиваются, да, но вот это ощущение того, что они работают на каждый нужный звук, оно должно быть. Вот как-то так. Постарайтесь это применять. Это надо будет в каждой распевке, в какой-то толчками, вот такими, как сейчас, на Зихихи. В какой-то распевке это должно быть продолжительное, то есть напряжение мышцы и всю распевку это должно держаться. Это вот, собственно, есть техника вот этой подачи воздуха, подачи дыхания, подачи самих звуков. И на ней строится уже дальше вся остальная техника, уже согласные, гласные звуки и всё остальное. Надеюсь, что понятно. Значит, ещё раз Зихихи, пару распевок вверх. И следующее. Зи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- с тихим фно, чтобы было слышно именно, как звук двигается без то, что я переживаю, что заглушается именно звуками фортепиано. Во рту в это время у вас все должно быть свободно, не пытайтесь дополнительно создать именно мышцами рта какими-либо вот этот толчок звука. Во рту все статично, небольшая улыбка, расслабленные мышцы и работает только дыхание. Вот это очень важно усвоить, потому что зажатость звука, зажатость мышц, срывы связок и многие другие проблемы обычно у вокалистов возникают в ходе непонимания вот этой связи мышц лица, рта и всего вот этого аппарата с мышцами живота. Это очень важно. В основном работает только вот эта часть, только дыхание. Если оно отлажено, если оно работает, настроено, тогда вы сможете, в принципе, любые ноты брать без напряжения, без усталости, без срывов и без проблем. Если же где-то какой-то сбой, что-то где-то непонятно в голове, тогда будут работать у вас обязательно другие ненужные мышцы подключаться и тогда будет напряжение во время вокала и все то, что я перечисляла до этого. На сегодня всё. Следующие распевки в следующих уроках.